Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня разговор пойдет о болезнях томатов. Много вопросов приходит о таком заболевании, распространенном как вершинная гниль. Но тот, кто совсем новичок, не путайте ее с другим заболеванием. Некоторые думают, что вершинная гниль это когда верхушка заболевает, начинает там краснеть, скручиваться, ну и короче приходит в негодность. Нет, вершинная гниль это заболевание именно томатов, когда вот вершина томатов, темное пятно и как бы, как это, как сказать, ну как будто загнивает оно. Я сегодня написала подробную статью. Статья размещена у меня на странице в Одноклассниках. Кто хочет прочитать более подробно, заходите, набирайте Ольга Чернова, город Бейск, Алтайский край. Видео сразу снять не смогла, потому что не могла найти вот экземпляр больной помидорки, чтобы показать вам. Я обошла всю свою теплицу, обошла весь огород и не смогла найти ни одной заболевшей помидорки. У меня этих заболеваний таких вот давно нет, потому что я сразу занимаюсь профилактикой. И осенью, и весной о мерах профилактики расскажу. Я вот там написала в статье, что пойду по соседям, если найду больной плод, то буду снимать видео. Вот я нашла больной плод. Правда, они сорвали его еще три дня назад, он был уже выброшен, раздавлен, но я его вот помыла, оттерла, чтобы показать вам. Если найдете у себя на кустах томатов вот такую помидорку, значит вас посетила вершинка. Так в народе называется. Заболевание томата очень распространенное, вершинная гниль. Оно бывает инфекционное и неинфекционное. Про инфекционное я говорить сегодня не буду, это отдельная тема. Сегодня поговорим про неинфекционное заболевание вершинки, которое встречается чаще, почти всегда. Вот все специалисты говорят, что основная причина заболевания вот такого, это все-таки несбалансированность кальция в грунте. То есть недостаток кальция. Не путать с калием. Про калий я говорила, что, ну как светлая кайма у огурцов, недостаток калия. Тогда надо сульфатом калия лечить. Кальций это другое. Понимаете, кальций это мел, кальций в наших костях. Вот недостаток кальция почти всегда вызывает вот такое вот. Но, кроме недостатка кальция, это заболевание может быть вызвано другими причинами. Например, пересыхание грунта, недостаток влаги и резкая перемена пересыхания грунта на переувлажнение грунта. Потом засоленность грунта, это значит, что переизбыток удобрений, когда часто и сильно удобряете, все растения не успевают переработать эти удобрения, начинается, соли накапливаются, засоленность грунта. Закисленность грунта. Просто бывает кислая почва. Обычно ее раскисляют, знаете, как там мел, доломитовая мука. Причин может быть много, но если вы увидели вот такое вот явление у себя, нужно срочно лечить. Что же делать? Если вы будете знать меры борьбы с этим заболеванием, вы очень легко справитесь. Всегда при вершине гнили нужно восполнить недостаток кальция в томатах, а именно сделать обработку. В магазинах в садовых продается кальциевая селитра. Не путайтесь с калиевой селитрой. В данный момент нам нужна кальциевая селитра. Это давно уже используемое популярное средство, самое простое средство для борьбы с вершинной гнилью. Очень просто разводится рабочий раствор. Одна столовая ложка на ведро воды. Раствор развели, по листьям сделали в некорневую подкормку и полили под корень. Если вы боитесь, что у вас и так томаты жируют, что большая зеленая масса, не хотите стимулировать селитрой, можно воспользоваться другим средством. Это кальцияхлорид. Продается в аптеках, используется как лекарство для человека, но для нас, для обработки оно тоже подойдет. Продается в ампулах по 5 мл. 1 ампулу на 5 литров. Разводите раствор и также делаете листовую подкормку. Ну и народные средства, как всегда, их никто не отменял. Просто меловый раствор. 1-2 столовых ложки мела на литр воды. И под корешок. Перед тем, как делать корневые подкормки, конечно, грунт нужно полить. Все это делаем на влажный грунт. Вот если вы все это будете делать, интервалы обработок 1 неделя. Если вы все это будете делать, то вершинную гниль вы победите. Но забыла сказать, что когда вы обнаружите вот эти плоды, плоды нужно немедленно спять с куста, а кусты обрабатывать. Для профилактики опытные садоводы всегда это делают. Чтобы предотвратить вот эту вершинную гниль, весной нужно сразу при посадке в лунку добавлять золу, мел, доломит, все вещества, сухие, содержащие кольца. Все, вот если подводить итог, начнем так. Чтобы у вас томаты никогда не болели вот этой вот вершиной гнилью, чтобы они не портились, проводите профилактику. Если почва кислая, раскисляйте с помощью мела, там извести пушонки, ну всякие есть средства, можете отдельно найти информацию. При посадке в лунки добавляйте золу, там есть кальций, это поможет нашим томатам предотвратить это заболевание. Но если вы все-таки нашли вот такую помидорку, хотя бы не говорят, что нет такого слова помидорка, но если есть помидорка, значит есть и слово. Если вы нашли такую помидорку, немедленно приступайте к действиям. Первый шаг. Полить землю вокруг, а первый шаг. Удалить больные плоды, потом начать обработку. Полить землю вот у томатов, куда вы будете раствор, ну корневую подкормку делать. Опрыскать по листам, остаток раствора, полить под корень. Раствор может быть любой. Кальцевая селитра, кальций хлорид, меловый раствор. Все это подойдет. Все обработали, полили. После подкормки нужно еще раз полить водой, чтобы весь этот раствор ушел ниже туда, туда в землю к корням. Через неделю можете обработку повторить. И только в том случае, если у вас после трех обработок все появляются и появляются вот такие плоды, тогда можно судить о том, говорить о том, что заболевания инфекционные. И только после трехкратных обработок и безрезультатных нужно обработать больные растения, только те, на которых есть вот такие плоды, противогрибковыми препаратами. Все. Надеюсь, вот этот короткий, содержательный видеоролик поможет вам бороться вот с таким заболеванием. Еще раз говорю, заболевание распространенное, но если вы усвоите все методы борьбы с ним, справиться вам будет очень легко. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Желаю победить все болезни и получить прекрасный урожай. У нас плохая погода, идет дождь. Обрабатывать я не стала, потому что мне нечего. Я просто дала вам теоретические знания, информацию. Они вам тоже пригодятся. Но если я когда-нибудь найду у себя вершинную гниль, я обязательно обработаю на видеокамеру. Но ничего сложного в этом нет. Так же, как борная обработка. Обрабатываете все, опрыскиваете и все. Еще раз до свидания. До свидания.